Старик Кылгай, Тайга, автор Каинчин Дибаш Или Обещание Деда, Дед Кылгай, Незваный Гость Перевод с алтайского Петилиной В узком ущелье темно, хоть глаз выколи. В небе полная луна, но её свет не доходит до дна ущелья, где бурлит река. Лишь в полночь заглядывает сюда луна. Дробясь в бурном потоке, посветит часок-другой и скроется за скалой, ощетинившийся кустами крыжовника. Пустынно в ущелье. Здесь не ступала даже нога человека. Даже сорлыки, бродяги, дикий як, которых на лето отгоняют в самую глушь, и то сюда не забредают. Ни ущелье, ни река не имеют даже названия. Знает о них только один старик, Кылгай. А попал он сюда совсем случайно. Был это осенью, когда он, мальчишка, прятался в горах от белобандитов, которые нехоженными тропами убегали в Монголию. Кылгай тоже тогда уже приметил, что ущелье хорошо укрыто от ветра. Сплошной кедрач и густой орал по обе стороны реки. Значит, кедровые шишки держатся тут долго. И потому должно зимовать много белок в этих местах. И вот теперь, спустя много лет, старик явился сюда по своей давнишней мечте. Поохотиться. Нынче внизу в долинах был неурожай на кедровые шишки. И белок было потому мало. А Кылгаю именно теперь пушнина нужна. Деньги нужны. На коня. Три года назад, когда внук уходил в армию, старик обещал ему «Вернешься, будет ждать тебя у коновязи оседланный конь». Вначале казалось, ждать не дождаться. Но время тянулось очень медленно. И вот, оказывается, осенью уже возвращается внук. А слово, что выпущенная пуля, не должно быть зряшным. Да слово-то чье? Деда. Забеспокоился был Акелгай. Белок-то нынче мало. Да все обошлось как-то. Расщедрился Алтай, батюшка. Раскрыл свои кладовые. Нашел это место, старик. Нашел. Охотничий арчимак уже полон. Вот уже скорой домой. Да, исполнится все. Шепчет старик. И, тряхнув белой жидкой бородкой, подставляет широкое плоское лицо с яблоками-скулами, молочному от звезд тихому небу. Пусть исполнится. Все. Все как предначертано. Чуть тише повторяет он. А руки его проворно снимают шкурки с белок и складывают их тушки на скрюченное корневище кедра. Узкие глаза старика закрыты. Он дает им отдых. Целый день он высматривал белок среди густых веток. И теперь еще в глазах мельчишат рыжие комочки, прыгающие в кедраче. Голова старика от этого невольно покачивается из стороны в сторону. Кылгай устал. Но он доволен. На душе спокойно. В костре торопливо трещат сухие сучья, будто спорят, какой из них быстрее сгорит. Весело булькает круглый казан, где варится белчатина. Возле костра греется серая лайка. Едр. Глаза собаки закрыты, уши опущены. Она тоже устала за целый день. А вокруг таежная тишь. Темнота. Скоро домой. А старик сидит с закрытыми глазами и видит дорогу, по которой он медленно, нестерпимо медленно, и для себя, и для тех, кто ждет его дома. Едет по улице родного села. Но бычий требует, чтобы охотник, возвращающийся с хорошей добычей, ехал к дому как можно медленнее. Из дома навстречу идет ему старший сын, Тодор. Выбегает прямо, чтобы принять у отца лошадь. Старик молча спешивается и, опираясь на колено, ноги затекли в седле. Хромает к порогу. А там у очага полно народу. Когда возвращается из тайги большой охотник, люди собираются у него, чтобы посмотреть добычу, услышать его рассказы об охоте, как и где он поймал зверя, а заодно и отведать мясо дикого животного. А он вроде бы как и не замечает гостей. Молча проходит вперед, вешает на бараний рог двустволку, патронтаж, молча садится на почетное место, телячью шкуру у огня и зажмуривается от удовольствия. Все замолкают. Даже ребятня поутихнет. И все взгляды устремляются только на Кылгая. Старший сын с покрасневшим от натуги лицом тяжело вносит туго набитый арчимак и, положив его у дверей, молча садится. И молчание это длится долго. Вот старик, не спеша, отведав чегинь из пиалы, позевывая, набивает трубку и курит. И попивает себе чаек. Ест из большой чаши молочную лапшу, по которой, видно, очень соскучился. А потом опять набивает табаком трубку и опять курит. И, наконец, он произносит. — Ну, как поживаете, люди? Здоровы ли дети ваши? Целы ли скот? Это и есть начало разговора, для которого ночь окажется короткой. Черноглазый чумазный внучок залезает к нему на колени. Старик, время от времени, касаясь губами его макушки с мягкими душистыми волосами, начинает рассказывать. Делом всей жизни Килгая была только охота. Из-за охоты он до сих пор не нашел времени огорядить пряслом свою избушку с юртой и до сих пор выдерживал ворчание своей старухи. Как засобирается в тайгу, он ходит прям сам не свой. С вечера не может заснуть, лежит, без сна, с открытыми глазами лежит. И видится ему места заповедные, крадущийся зверь, слышится грохот выстрелов. И вот ни свет ни заря он уже на ногах, затемно поднимает всех охотников, сполошит все свое тело и село. А у самого глаза горят, собран весь. Поглядит, ни дать ни взять, парень молодец. И пока едут к месту охоты, Килгай без устали шутит, смеется. Место засады, как и откуда начинать гон зверя, все решает это Килгай. Только он. И достается же от него тому, кто замешкался или промазал. Разнесет в пух и прах того. Однажды в село приехал большой гость из города. Приняв все виды почестей, пройдя через гостеприимство и угощение, он под конец выразил желание поохотиться. Посадили его на лучшего аргамака, дали ему самый лучший карабин, определили на верное место, где должен появиться козел, элик. И, правда, вскоре выскочил огромный рогатый самец Куран. И как будто нарочно, словно мишень, повернулся боком и остановился в шагах в пяти-шести от гостя. И карабин не осрамил хозяина, не дал осечки. Прискакали к тому месту охотники, чтобы побыстрее выпотрошить Курана и приготовить угощение. А того и след простыл. И кулачка шерсти не осталось на снегу. Гость смутился. Не гожусь я, видно, для засады. Остается мне разве что гонщиком стать. Все промолчали. Не выдержал только старик Кылгай. Что вы, что вы, сидите уж в засаде, да и ждите. Может, Элик к вам в другой раз еще ближе подойдет. И тут зарычала собака. Приподнявшись на передних лапах, ядр долго смотрит в темноту туда, где вход в ущелье и настороженно прислушивается. Старик встает и идет и идет к своей соврасой. Она пасется рядом, привязанная на аркан. Соврасая, перестав жевать, тоже смотрит в темноту. Кылгай отходит еще дальше, чтобы не мешал треск сучьи в костре и прислушивается. Теперь уже ясно различимый скрип снега под копытами. Сахатый? Нет, это лошадь, решает старик. Кто это может быть? Отсюда за день езды белкует боакол с очишем и все. Может, кто из них? А зачем они сюда? А может, еще беда какая? Возвратившись к костру, старик заряжает двустволку, прислоняет кедру рядом с собой, кругом тайга. Мало ли что. Глаза различают в темноте всадника. Человек в белом полушубке спрыгивает на земь, кашляет и привязывает коня. Здорово, дружка! Слышится из кустов его простуженный голос. Здоров! Аж здоровы ли вы? И Кылгай осматривает пришельца. Маленький, сухонький старичок, борода, целый сноб у него. Кылгай знает почти всех русских в округе. Приходилось и охотиться вместе, и табаком, и лошадью обмениваться, и брашку домашнюю пробовать. Но он не помнит, чтобы где-нибудь видел этого человека. Значит, издалека. Дай бог доброй охоты! Пусть будет по-вашему, отвечает Кылгай, и снимает с огня казан, и, разложив на крышке вкусно пахнущие беличьи тушки, приглашает гостя. Ну и заводится обычный разговор. Кто, куда, откуда и зачем. Давно я не ел бельчатины, уже насытись, говорит гость. Теперь не хожу уже на белок. Глаза совсем плохи стали. Кылгай доволен, что встретил человека, да еще и ровню себе. Старикам есть о чем поговорить. А путник попался, кажется, разговорчивый. Все лето и осень был проводником в экспедиции. И подумать только, пришел с той стороны гор, где речка Черный Ерчиш, где озеро Зайсан. Слышал Кылгай о тех местах. Говорят, зверя там тоже много. Э, дружки алтайцы у меня тоже были, запевает гость бульоном мясо. Давно это было. Наверное, померли уже. Родом то я из Каракамурки, оттуда и кочевал в Казахстан. Жена моя оттуда во. Ну, спасибочки вам за стол. И гость пододвигается к огню, вытаскивает кесет из кармана полушубка. Кылгай вздрагивает, чувствуя, как мороз трогает его кожу. Рука! Да разве он когда-нибудь забудет эту руку? И Кылгай подбрасывает в огонь сучья, чтобы лучше разглядеть ее в пламени костра. Вот она! Маленькая сухая рука с оторванным большим пальцем. Видно, и впрямь сидит напротив него дружка. Старый знакомый. Теперь он вспомнил и лицо. Заросло, правда, заморчилось все. Узнать трудно. А нос тот же картошкой. Как говорится, гора с горой не сходится. Выходит, не кочевал он, а убежал туда за перевал. Был у нас такой случай, продолжает рассказывать дружка. Гоню коров на вечернюю дойку и вижу на скале медведь. Он медведь-то этот. Но Келгай не слушает его уже. Только не в попад кивает ему головой. Перед ним одно за другим возникают события. События, казавшиеся давным-давно забытыми. Нереальными, как сон. А вот они ожили в его памяти, словно это было только вчера. Келгай видит себя совсем молодым. Спасая жизнь, он бежит в горы. Из-за перевала нагрянула белая банда. Кто пеший, кто конный, кто с винтовкой, а кто с обрезом. Обрушились на село, как пожар весенний. Не потушить, не убежать, не выпросить себе жизнь. Хватает людей и без слов под топор. Не щадят они никого, ни старого, ни малого. Даже в горах стали охотиться за людьми. Забравшись на вершину перевала каменное гнездо, Келгай увидел внизу двух всадников. Первый на белой лошади, а второй на вороной. Они о чем-то переговаривались и громко смеялись между собой. Келгай натянул поводья и точно врос в седло. Шевельнуться даже не мог. Точно мышь под смертным взглядом змеи. Ну, что ему стоило, пока не заметили, свернуть с дороги в густой подлесок? И ведь ружье было заряжено. Мог бы свалить одного, а то и обоих. Но Келгай даже пальцем не пошевелил. Они заметили его в шагах в двадцати. А ну, бросай ружье! Полтайский крикнул тот, что был на вореном. Келгай снял с плеча кремниевое ружье, вымененное недавно у купца на корову с телком, и осторожно бросил в кусты. А сам уперся взглядом в луг у седла. К нему подскакали всадники. Келгай даже не взглянул на них. И лишь когда маленькая сухая рука схватилась за его чумбур, запасной третий повод от кольца удил, специально для привязывания коня, чумбур называется. Третий повод от кольца удил. И поднял голову. Остроплечий паренек, его ровесник, худощавое лицо обожжено порохом. Видно, стрелок неопытный, слишком много пороху кладет. Прямая челка цвета перепревшей соломы, белесые брови и нос картошкой. Парень замахнулся на него. Келгай невольно съежился, но удара не последовало. Келгай открыл глаза и под самым носом увидел кукиш. Никогда он не видел такого безобразного кукиша. Вместо большого пальца тупой короткий обрубок со шрамом. А другой меднолицый с черными сплошными бровями и короткой как у крота шеей. Спрыгнув с седла, он поднял брошенное ружье, выискивая, куда бы его разрядить. Не найдя мишени, вдруг поразбойничий свистнул и Келгай замер на миг. Зрачок ствола уставился прямо ему в лицо. Келгай даже не успел скрикнуть и грохнул выстрел. Лошадь сразу же рванула в сторону. Когда Келгай пришел в себя, все лицо его горело. Руки были связаны, двое верховых возились рядом, привязывая конец аркана к седлу. Другой конец врезался ему в запястье. «Только бы не упасть!» мелькнуло в голове. «О, куда и только бы не упасть!» И он не помнит, сколько он бежал вслед за этой лошадью. Падал, волочился и снова как-то вставал. Уже начал выбиваться полностью из сил. «Ну, все», подумал, «вот и конец мой настал». Но те двое почему-то вдруг поехали шагом. Меднолицый ни разу не оглянулся. Он держал на поводу Келгаеву лошадь. А Курносый с челкой изредка оборачивался и громко хохотал, показывая Келгаю обрубленный кукиш. И вот он сидит сейчас перед ним. Нет сомнения, это точно он. сохранила его земля матушка. Келгай думал, кости его давным-давно уже сгнили. А нет, выжил, вот, сидит. Келгай никак не может унять эту дрожь. Сердце бьется у самого горла. Да, медведь этот в наших краях вообще хитрый стал. Осторожный, отгад, толковала своем так называемый гость. Надо лошадь расседлать да привязать на аркан. И он кряхтя поднимается и идет к лошади. Келгай сразу же схватил было малокалиберку, но удержался. Потом, потом, ночь-то ведь длинная. Приволокли они Келгая к озеру Каракудьюр, где расположились на привале человек тридцать бандитов. День тогда стоял жаркий. Пот стекал с лица, слепил глаза, и Келгай не сразу разглядел шестерых пленников, привязанных на один аркан. Его точно в сердце ткнули. Среди них он узнал отца, дядю Ёжина, старика Колчая, который уже лет десять говорил всем, что ему стукнуло восемьдесят восемь. Так и запомнились ему эти слова в голове, засели камнем. Вошемьдесят восемь. Остальные трое были друзья Келгая, с которыми он не раз состязался в силе и ловкости. Боролся на свадьбах, скакал на перегонки, пел до рассвета родные песни. Это были Еду, Едыш и Кереш. Все тот же парень с пальцем культышкой привязал его за конец аркана рядом с отцом. Каждому сунул под нос свой кукиш и ушел. И ты тут, ой, несчастные мои глаза, вырвался из груди отца, не то шепот, не то это был стон, последний стон. Келгай будто весь окаменел, он ничего не видел и ничего не слышал. Ему хотелось завыть, броситься на земь и биться головой. Но все молчали. Только дядя Ежон непрестанно, кивая головой, точно лошадь в жару все шептал. Видно шудьба все это, и от нее нам не уйти. Никому. Подошел меднолицей и приказал всем раздеться. Келгай и сам не заметил, как вместе со всеми упал ему в ноги. О, спашите нам, шим, не убивайте, запричитывал дядя Ежон. Ведь и в радощах, и в горе на одном ешике говорим, одни пешни поем, один нал тай нам наш в шкарме ежеветь. Одна мать по наш шаплашет. Спашите, выше Бога прошу, небо ваш будем пошитать. О, скоты какие, загремел в ответ меднолицей. А где же вы были, когда бросили Богом данного вам белого царя, кто из вас встал на его защиту? Кто? Покажи пальцем. Ага. Мне ваша жизнь, что мышь придавить. Понимаешь, что вас, что мышь одинаково одной ногой растопчу. Ну, кто из вас крещеный? Огонь серянки не огонь, закон царговный не закон. Ха, так ведь вы посмеивались? Так, оттери получайте, скоты. И бандиты поставили людей под расстрел. То ли им патронов было жалко, то ли хотели позабавиться. Людей поставили гуськом одного за другим. И попил я в жижне своей и поел. Что мне еще надо? Что от болезней смерть, что от пули все одно смерть? Сказал старик колчай и стал впереди всех. Колгай стоял четвертым сразу же за своим отцом. А побеги и мысли не было. Кругом ведь открытое поле. Озеро мелкое, до горы далеко. Догонят на лошади обязательно, зарубят. значит и вправду получается судьба. И грохнул выстрел. Кылгай даже и не помнит, как бросился в сторону. Вокруг засвистали пули. Позади крики, треск выстрелов, стук копыт. Кылгай затылком почувствовал горячее дыхание лошади, настигавшей его. Он чуть скосил глаза и опять тот с кукишем взмахнул саблей. Но удара Кылгай не почувствовал. А может человек и не чувствует, когда его рубят. Пронеслось у него тогда в голове. И увидел, как белая лошадь обогнала его, а всадник, уронив саблю, медленно свалился на бок. А Кылгай все бежал и бежал, бежал без устали, только вперед. И слышит выстрелы уже все реже, глуше, под ногами вязко зачавкало. «Да это же болото, болото ведь, значит, лошадь здесь не пройдет», сразу же мелькнула мысль. Запружинили кочки, трава стала выше, и Кылгай, задыхаясь, упал и пополз дальше на четвереньках. Забравшись вглубь болота, он перевел дух, прислушался. «Тихо, погони не слышно». Высунувшись осторожно из-за кочки, он увидел, бандиты стояли на берегу, сгрудившись в кучу. Кылгай перевел дух. «Спасибо этому болоту, бандиты, видно, не захотели лезть в грязь из-за какого-то там алтайца. Если будет жив, Кылгай утопит в этом болоте самого большого и жирного барана. В дар синему быку. А тот, что с кукишем, пусть теперь попробует показать его. Видно, пуля, предназначенная Кылгаю, угодила в его врага. Так ему и надо, проклятому. Бандиты повскакали на коней, только пыль заклубилась за ними. Белая лошадь уносила вытянутое вдоль седла тело. На поле в лучах солнца белили какие-то пятна. Кылгай даже не сразу понял, что это были тела расстрелянных. Уронив голову, он судорожно вцепился в мокрую травянистую кочку. Мстить, убивать гадов, чтоб ни одному из них не видеть этого белого света. И в голове засела у него только одна мысль. Месть, месть, месть. До глубокой ночи пролежал Кылгай в болоте весь продрог. Ночью он поднялся, штыком вырвал в песчаном месте яму, захоронил в ней изрубленные обезображенные тела отца, дяди, старика колчая и трех своих друзей. На следующую ночь он добрался до деревни и еще издали увидел часового у моста. Кылгай сразу же залег. Когда чуть забрежило и стало видно мушку ружья, он прицелился в лоб, прямо в лоб бандиту и спокойно спустил курок. гость. И вот вернулся так называемый гость, неся на руке свое седло и потник. снял с плеча карабин и, прислонив его возле ружья колгая, подсел к огню. Все лето в горах, только под чистым небом. Заскучал я по жилью. Вдруг начал он. А занимались ерундой какой-то. Отмерят метр земли и подсчитывают сколько там трав, козявок разных, муравьев вот этих. Ученые люди, а без проводника ни шагу, никуда не без пниня. Угу. Ну, слава Богу, теперь уже домой. Все, закончилось. Не знаю, как там нынче сеном, правда. И гость замолк. Должно быть, чудным показался ему колгай. Все молчит, да и молчит. Глухой, что ли? Или по-русски ладом не понимает? А колгай все не может унять свою дрожь. но старается не показывать виду. Ну, что, пора и на боковую. И поднимается гость. Завтра у нас путь долгий. Что, уместимся там в шалаше? Эй-е! Кивает ему колгай. и гость залегает в шалаш и, положив седло под голову, затихает. А колгай долго-долго сидит возле огня и думает, что делать с этим гостем? Застрелить на месте и оттащить валежник? Или устроиться на ночлег рядом, да и сунуть ему нож между ребер и концы в воду? Кто его здесь найдет? Место-то глухое. Но колгай даже не может сдвинуться с места. Сидит будто привязанный. Не может представить себе, как нажмет на курок, уткнув ствол, в белую бороду гостя. Старик ведь уже и жизнь прожита, но тянуть с этим нельзя. А может, живым отпустить? Господи, что за жизнь? Кто ее так запутал, перемешал добро и зло все вместе? И колгай, нащупав ружье, тяжело ступая, идет к шалашу. Эй, ты там! А ну выходи! Гость молчит. Выходи, говорю, а то стрелять буду. Ой-ой, что это вы? Что? Шурша сеном, гость выползал из шалаша. Видно было, как дрожат его колени. Что плохого я вам сделал, а? Колгай хрипло, через силу кричит. А ну седлай коня и уходи отсюда, чтоб глаза мои твои не видели. Озеро Каракудер забыл, а? Бандитская рожа. Нет, нет, ей богу, ничего, ничего не знаю. Я сейчас, сейчас уеду. И гость, юркнув шалаш, выносит седло и потник. Под ружьем колгая кое-как седлает упрямящуюся лошадь. Только отпусти, отпусти, не стреляй, ей-бо! Бормочет он, не попадая в стремя. Ну и наконец он трогается, стволом вниз за спиной торчит карабин. Эй, а, арчимак! кричит ему колгай, заметив возле пня черную брезентовую сумму. Нет, нет, не надо. Возьми, говорю, не бойся, ну! И ружье в руках колгая подрагивает. Гость возвращается, торопливо перекидывает через седло сумку и, даже не привязав ее, снова садится в седло. Не человек ты, шайтан! Сколько людей погубил! Богу своему молись и больше мне не попадайся! Застрелю! Кричит ему колгай в темноту, уже поглотившую всадника. Едр бросился за ним слаем, но колгай прикрикнул на собаку. И стук копыт растворился в чаще. Колгай долго после этого сидит у костра. Сон никак не идет к нему. Мысли какие-то путанные, никчемные. слаем А потом он ковыляет к шалашу и, улегшись, закрывает глаза. Но сна нет и нет. И он сердится на себя за все, за все, что случилось в эту роковую ночь. и вдруг заворчал едр. Зверя, что ли, учуял? Подумал колгай и вылез наружу. Тихо шумела тайга. Вскинув голову, на мгновение остановился, глядя в брежище рассветом мутное небо. Каким же будет сегодняшний день? И глубоко вздохнул. И в этот же миг что-то со страшной силой ударило ему прямо в грудь. Второго выстрела, который уложил едра, его охотничью собаку, он уже не слышал. А потом колгай сидел в своей юрте на почетном месте у очага. Как раз в волю попил чаю, досыто наелся молочной лапши и выкурил трубку. Ну, как поживаете, люди? Здоровы ли ваши дети? Цел ли скот? Произнес он и черноглазый внучок залез к нему прямо на колени. На этом и заканчивается аудиорассказ. Я таки не понял, убили его или ранили. У меня какие-то сумбурные мысли остались после этого рассказа. А еще когда тот дедок лежал спал на своем седле в шалаше и этот долго сидел думал я почему-то до конца думал что было бы хорошо чтобы тот дед в этот момент как раз и умер. То есть тот думал убить его не убить а потом заходит и тот уже коньки откинул. Была бы драма тоже интересная. но как видите мысль этой всей басни такова что какой человек есть он по жизни никогда не поменяется даже если ты его конкретно проучишь прям вообще под угрозой смерти он все равно в любой подходящий момент засунет тебе нож в ребро. Это жизненная правда. но это мое субъективное мнение рассказ познавательный я бы сказал жизненный воспитывающий таковых мало слушайте и другие аудиорассказы по ссылке в описании там есть плейлист называется все мои аудиокниги и там целая библиотека аудиорассказов в моем исполнении я думаю там вы точно найдете для себя еще что-нибудь интересного делитесь рассказами с вашими лучшими друзьями не забывайте это под каждым видео есть кнопочка поделиться нажав на нее вы поделитесь рассказами в соцсетях с вашими лучшими друзьями это будет лучшая благодарность за проделанную работу не забывайте делиться аудиорассказами ну и не забывайте подписываться чтобы не пропустить следующие новые аудиорассказы смотрите чтобы был нажат колокольчик тогда будут приходить уведомления ну а теперь как обычно услышимся увидимся пока этого